История нашего знакомства Я, молодой лейтенант, окончивший военное училище, приехал на отдых к своей бабушке в деревню. И в один из вечеров мы пошли на танцы в клуб деревенский. И тут увидела я его. Танцевали быстрые танцы, вдруг объявили медленный танец. Он меня пригласил танцевать. Потом последовал белый танец. Я его пригласила танцевать. И дальше наша история знакомства очень быстро нас закружила. И уже завязались какие-то отношения. Но он мне сразу уже понравился. Да, после нашего первого танца в этом клубе, я тогда про него ничем абсолютно не знал, ко мне подошли местные парни и сказали, что, типа, девушка занята. Пожалуйста, больше с ней надо танцевать, общаться, поддерживать какие-то отношения. Ну, для меня тогда это слово, в общем-то, ничего не значило. Что значит занято? Кем занято и так далее. Безусловно, у нее были какие-то воздыхатели, наверное. Она была молоденькой девочкой, ей было всего 17 лет. И за ней, наверное, многие парни хотели бы с ней встречаться, общаться, дружить. Буквально на второй день нашей встречи, когда мы опять танцевали вместе, меня уже предупредили, что сейчас будет разборка в районе клуба. В общем-то, надо собираться, выходить. Я понимал, что я один против большой толпы парней, сделать ничего не смогу. Ну, и пришлось прибегнуть к хитрости. У меня тогда была машина «Жигули». Я Ирину предупредил, что сейчас я выйду из клуба, подойду к машине, начнут собираться парни. Я подъеду к входу в клуб, ты выйдешь и сядешь в машину, мы с тобой поедем. В общем-то, так и получилось. Я завел машину, подъехал ко входу, она вышла. Буквально через пару минут. В этот момент, когда деревенская молодежь поняла, что происходит, тогда это было модно, к клубу подъезжало порядка там несколько десятков мотоциклов. Все эти парни, друзья, мальчика, который хотел ухаживать за Ириной, сели на мотоциклы, может быть, больше двух-трех десятков мотоциклов. И в сопровождении такого эскорта мы начали уезжать от клуба. Дальше было, как в фильме Юрия Деточкина, мы убегали по трассе на машине, нас догоняли. И дальше опять определенная хитрость позволила нам оторваться от этого эскорда. Я разогнал машину до скорости примерно 140 километров, оторвался от них, и за одним из поворотов дороги выключил свет, развернулся, включил свет и ехал им навстречу. Они не поняли, что было темно ночь, что это едем мы, пронеслись навстречу мне. И дальше, в общем-то, они уже потеряли наш след и делали дальше засаду уже непосредственно возле Ириного дома. Бабушка поняла, что что-то происходит неладное возле дома, и она разбудила тестя, значит. Независимо от нас, мы даже не знали, что это происходит под двором, тесть уже разбирался с кучей этих мотоциклистов, гонял их там большим деревянным дрыном, отбирал мотоциклы и так далее, и так далее. Когда мы с Ириной приехали в полшестого утра уже домой, уже пыль даже улеглась, и мы не знали, что это происходило вплоть до, наверное, второй или третий годовщины нашей совместной жизни, когда нам рассказали эту историю, как это все происходило дальше без нас. Когда я его видела, он для меня был самый красивый, самый лучший, самый добрый, самый находчивый, ну, не знаю, мужчина, наверное, о котором хотелось только мечтать, и который, наверное, юной девушке приходит во сне. Вот мне сначала, наверное, снился такой парень, а тут он появился. В дальнейшем, когда мы стали вместе уже жить, он, конечно, оказался самый лучший папа. А для меня самый лучший муж. Она была маленькая, симпатичная, скромная, вела себя очень достойно. Наверное, вот в первый момент именно это и привлекло мое внимание к ней. За 25 лет разного в жизни, конечно, было. Но вот, наверное, то, что изначально в ней понравилось мне, то, что зацепило за душу, главное вот эта изюминка ее. Я думаю, что за 25 лет я еще не познал ее до конца, не понял ее еще всего. У нас еще все впереди. Мы будем продолжать друг друга изучать, подстраиваться и продолжать жить и развиваться. Субтитры создавал DimaTorzok